Мухтара Аблязова Мухтар заявляет, что Италия отдала его семью в руки кровавого диктатора. История казахстанского диссидента и его семьи, выдворенной в рекордные сроки из Италии, с каждым шагом вызывает все больше новых сомнений. Итак, детективная история началась ночью 29 мая в пригороде Рима. В богатом квартале Казаль-Палокко среди вилл различных VIP-персон и футболистов. В дом Бенера ворвались 50 итальянских спецагентов. Их интересовали жена Мухтара Аблязова, Алма и шестилетняя дочь Алуа. После обыска в доме их обоих отвезли в Центр опознания и выдворения в Понте-галерия. Туда, куда отвозят иммигрантов, у которых проблемы с документами. Алма Шалабаева просит у властей Италии политического убежища для себя и дочери, но их, напротив, с необычайной скоростью в 48 часов выдворяют из страны. Позже выяснится, что с документами у родственников Аблязова все было в порядке. Удивительно, но Алму Шалабаеву и ее дочь Алуа депортировали из Италии на борту частного самолета казахстанского правительства. Многие задались тогда вопросом, почему с таким пристрастием и подобными почестями. И лишь случайно выяснилось, что эти женщина и девочка – жена и дочь Мухтара Аблязова, человека, которого так настойчиво ищет полиция. Он – диссидент, считающийся официальным врагом номер один казахстанского диктатора Назарбаева, который любит называть себя другом Биро Ускони. Вот здесь и рождается дипломатическая проблема, которая сейчас очень смущает итальянское правительство. Премьер Инрика Летто уверяет, что будет внесена ясность, но первое объяснение должен давать министр внутренних дел Альфана, стоящий во главе ведомства, занимающегося водворением нелегальных эмигрантов. Но Алма и Алуа таковыми не были. А что же тогда было? Сам Аблязов это объясняет так. Диктатор Казахстана хотел двух заложников против своего самого главного оппозиционера, и у него это получилось. Пожалуй, это слишком серьезные обвинения, чтобы не ожидать ясных и, главное, быстрых ответов от правительства Италии.